Привет всем! И сегодня я покажу вам 10 самых лучших и нужных твиков для iPad, которые можно установить в CD. Первый твик называется Fullscreen for iPad и позволяет вам включать браузер Safari в полноэкранном режиме. То есть тапаем два раза и окно Safari растягивается на весь экран. Но этот твик не был бы таким особенным, если бы в нем нельзя было делать это. Мы можем при помощи свайпа двумя пальцами перелистывать из одной вкладки к другой. Выполнено это замечательно, но не всегда срабатывает и бывают небольшие подвисания в процессе. Значит, что еще замечательно в этом твике? Вы можете вызвать контекстное меню, то есть один раз тапаете и второй раз удерживаете. И появляется огромное количество функций, которые вам обязательно пригодятся. Пожалуй, перечислю вам все. Перейти назад, перейти вперед, прокрутить вверх, прокрутить вниз. Идти на следующую и предыдущую вкладку. Создать новую вкладку, закрыть вкладку, перейти в полноэкранный режим. Сделать эту страницу закладкой, обновить страницу. И перейти к начальной странице, то есть та страница, которая открывается при открытии браузера. Официальная стоимость этого твика 2 доллара 20 центов. Но вы можете найти его бесплатно в репозиторе ihexrepo.com. Называется Fullscreen Flypad. Как мы все с вами знаем, стандартный док в iOS вмещает 5 или 6 иконок. Но благодаря твику InfiniDoc вы сможете расширить их до 10, а также сможете сделать несколько страниц, на которых они будут находиться. В данном примере у нас будет 10 иконок на страницу, но также можно поставить даже одну. Если иконки не влазят в число 10, то они перемещаются автоматически на вторую страницу. И так вы можете пролистывать ваш док до нужной вам иконки. Также можно поставить, с какой страницы вы хотите, чтобы стартовал ваш док. Допустим, у вас 12 иконок. И тогда у вас включится вторая страница, на которой находятся остальные две. Также имеется функция пролистывания дока, как и на обычном рабочем столе. И последняя функция – это включение отталкивания иконок. Твик понадобится тем, кто хочет видеть свои часто используемые приложения на каждом рабочем столе. Очень удобный твик. Советую всем. Официальная цена 2 доллара, но как всегда можете скачать бесплатно. В репозиторию ihexrepo.com. И мы переходим к следующему твику. Следующий и самый дорогой на сегодня твик называется «Квазар». И стоит он 10 долларов. Такую цену должно быть что-то особенное. Давайте посмотрим, что же это. Вы, наверное, не поверите, но вы сможете. Работать одновременно в нескольких приложениях, и при этом они будут динамически обновляться. То есть, например, вы сейчас сидите в Твиттере приложении, да? А сайт ВКонтакте по-прежнему будет обновляться, что тоже согласитесь очень удобно и работает безупречно. Это я вам гарантирую. Также можно раздвигать окошко, переворачивать саму ориентацию приложения. Конечно же, можно включать приложение в полноэкранный режим, а также кнопочкой «Close» убирать его из этой самой многозадачности. На примере браузера Dolphin мы также можем заметить, что работают все мульти-тач-жесты. То есть, как мы видим, сейчас оттянем полосочку, и панель с закладками появляется без проблем. Также хочу обратить тех, кто любит играть, так как вы сейчас можете играть одновременно в несколько игр, то есть, например, на моем примере три Angry Birds, и одновременно проходить их. Работает все плавно и очень быстро переходит из одного приложения к другому. Twig Quasar создан специально для тех, кто любит поиграть, а также для тех, кому надо работать одновременно в нескольких приложениях. Всегда найти бесплатный его вы сможете в репозитории iHackstripa.com. Следующий двиг называется NC Settings, и он бесплатный. Активировать его можно в уведомлениях, в настройках вашего девайса. Данный двиг прекрасно гармонирует с Notification-центром iOS. Тут вы можете включать-выключать Wi-Fi, регулировать звук, регулировать яркость, блокировать поворот экрана, включать и выключать бесшумный режим, включать и выключать автоблокировку, частный доступ, Bluetooth, возможность перехода в Airplane Mode, Respring, перезагрузка и выключение девайса, и еще много-много другого. Твик называется NC Settings, и обязательно качайте его, если вам нужны быстрые настройки. Следующий двиг называется Swipe Selection, и он бесплатен. Данный двиг позволяет вам перемещать курсор по тексту простым свайпом на клавиатуре в свободной площади. Также вы можете выделять текст с зажатым шифтом, что тоже очень удобно. Также твик очень вам поможет, когда вы написали огромный текст и где-то нашли ошибку, а не хотите тыкать пальцем, пока не дойдете до нее, а тут просто посвайпили по клавиатуре, пришли к нужной букве, отредактировали и вернулись обратно. Хочется отметить, что данный двиг постоянно обновляется, а также работает во всех приложениях, что тоже очень хорошо. Называется данная полезная штука Swipe Selection, можете найти в репозитории The Big Boss. Следующий двиг называется Kill Background, и он обязательно вам пригодится, если вам надоело закрывать все приложения из многозадачности по отдельности. Как это работает? Вы вызываете панель многозадачности и в правом углу нажимаете на красный череп, после чего все приложения закрываются. Также имеется множество настроек, например, можно поставить череп слева, можно его оставить невидимым, то есть когда вы увидите приложение, то тогда сможете только нажать. Также имеется возможность при закрытии приложения, чтобы сразу закрывалась панель многозадачности, что тоже удобно, также большие кнопки, то есть такие большие серые черепа. Если вы хотите, чтобы во время прослушивания, когда вы нажмете на эту кнопку, должна закрыться и музыка, то тогда вы должны поставить галочку на Kill Music. Также есть возможность поставить галочки на те приложения, которые не должны закрываться. Когда вы нажмете на кнопочку черепа, давайте, например, выберем сообщения, так, где они? Теперь открываем их и давайте опробуем. Вызываем нашу панель многозадачности, нажимаем и, как мы видим, сообщения не закрылись. Вот такая полезная вещь для лентяев. Качайте обязательно. Называется Kill Background в репозитории Big Boss. Если вы обладатель нового iPad, то вы наверняка уже не раз использовали на диктовку, но проблема состоит в том, что она доступна только на английской клавиатуре, то есть находясь на русской, вам придется перейти туда. Твик Dictator изменяет это положение и позволяет вам диктовать с любой клавиатурой. Называется Dictator, можете найти в репозитории Big Boss. Следующий твик называется DreamBoard, и это уже не твик, а огромнейшее приложение, в котором вы можете установить различные темы, причем не обычные темы, как в WinterBoard, которые изменяют только иконки и внешний вид OS, а полноценные операционные системы, как на этом примере Windows 8. Это тема iMetro Beta 4, и она работает замечательно. Все приложения открываются, и есть даже специальные виджеты. В репозитории ModMy и Big Boss вы найдете тысячи таких тем. Все они работают замечательно, есть даже точная копия macOS, в которой все работает, но разумеется на таком дизайнерском уровне. Сама программа не тормозит систему, и все работает прекрасно. Единственное, что вас может смутить, это вес самих тем, то есть некоторые могут весить и за 100 мегабайт. Ну а если вы огромный любитель кастомизации, то вас это не смутит. DreamBoard, репозиторий ModMy.com Ну а в следующем приложении вы, наверное, уже не раз слышали. Называется оно Installous. И в паре с ним устанавливается и AppSync, который позволяет скачивать взломанные приложения прямо с iTunes. То есть вы закинете его туда, сможете синхронизировать, и они перекинутся на ваш iDevice. Программа Installous это совершенно другое. Это второй App Store. То есть тут все бесплатно. Тут вы можете найти любое приложение, скачать его, установить, обновить, найти у вас интересующее в строке Search. Например, я сейчас хочу найти GTA 3. Вводим строку Auto и находим уже через пару секунд нашу игру. Отсюда мы можем скачать, узнать всю информацию о ней, посмотреть скриншоты, узнать сколько она весит и еще много другого. Ну а если вы не знаете, как его настроить, то вы можете увидеть это в моем видео. Нажмите в правом углу на картинку, если вы с компьютера, тогда вы перейдете к нему. Если вы с мобильного устройства, то ссылка в описании. Installous халявный App Store, а AppSync поможет синхронизировать ваше взломанное приложение с медиатекой iTunes. Ну а этот твик прадед всех твиков CD. Называется он Sb Settings, и у него точно такие же настройки, как в NC Settings, только тут вы можете найти информацию о вашей системе, вроде свободной оперативной памяти, IP-адреса вашего Wi-Fi, только место у вас осталось на диске и многое другое. Единственное, на мой взгляд, преимущество перед NC Settings, это то, что можно доставлять новые настройки прямо из CD. Их достаточно много, и 99% из них бесплатны. Sb Settings можно точно так же поместить в Notification Center, ну а вот два конкурента рядом. Как мы видим, NC Settings прекрасно гармонирует с системой, там имеются и анимации, и всякие красивые вещи, плавные переходы, когда у Sb Settings все в строгом стиле, ну и, пожалуй, наглядно. Конечно же, если вы хотите знать информацию о вашей системе, то среду ставить Sb Settings, но не активировать в Notification Center. NC Settings оставляйте там, и вы будете его использовать большую часть времени. Sb Settings – прадед всех твиков. Ну вот и подошла первая часть лучших твиков для iPad к концу, в ней мы рассмотрели 10 лучших твиков для iPad. Это Full Screen for iPad, Infinity Dog, Quasar, NC Settings, Swipe Selection, Kill Background, Dictator, Dreamboard, Installos, Sb Settings. В ближайшее время выйдет вторая часть, и в ней, разумеется, мы опять рассмотрим 10 лучших твиков для iPad, ну, разумеется, уже других. Надеюсь, вам понравилось это видео, ставьте пальцы вверх, мне будет приятно. Подписывайтесь на канал, добавляйте видео в избранное. С вами был Apple Expert, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok